Добрый вечер, уважаемые телезрители. Программа «Открытый диалог» по-прежнему с вами. По-прежнему каждый день наша студия интересные гости, в котором есть что рассказать, показать и всегда поделиться важной, а иногда интересной и даже архивной информацией. И сегодня у нас в гостях, я думаю, не в последний раз, потому что сегодня будет много интересного, Людмила Васильевна Семененко, начальник управления делами администрации Либерецкого района. Людмила Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Должность у вас такая, ну официальная, вроде бы кому-то покажется сухая, но тем не менее, когда мы сегодня узнаем, чем вы на самом деле занимаетесь, будет очень приятно и интересно. Напомню небольшую историю. Буквально недели 4, а может быть 5 назад, Либерецких школьников централизовано, но по желанию собрали, посадили в автобусы, кто-то просто пришел и завели в святая святых Либерецкого района. Цокольный этаж, архивы. Мы не видели ни пыли, ничего такого, что обычно ассоциируется с архивами. И школьникам показывали уникальные архивные документы. Можно было полистать метрики, посмотреть указы императрицы, посмотреть на тот самый паспорт, про который Маяковский писал. Помните? Да, конечно. Правда, он почему-то оранжевого цвета, а не красный, не серпастый. И давайте сегодня поговорим про архивы и иметь к ним непосредственное отношение. Архивы Либерецкого района. Что, как, почему и с чем их едят? Ну, наверное, будет правильно начать. Если я скажу несколько слов, а вернее, как получится, потому что мне хочется рассказать максимально много нашим зрителям, и вам тоже, уважаемые ведущие, с истории Либерецкой архивной службы. Ну, точной даты создания Либерецкого архива, конечно, вот, к сожалению, вернее, мы не располагаем. Но вместе с тем я однозначно могу сказать, что история становления архивной службы в Либерецком районе тесно переплетена вообще в целом с историей становления органов исполнительной власти в Московском регионе. Судите сами, 18-й год, это первый декрет Совета народных комиссаров, когда учреждалось, как бы, единый государственный архивный фонд странный. Это важно, потому что сегодня архивные фонды, которые хранятся в Либерецком архиве, также являются с того времени составной частью Российского государственного архивного фонда. И также учреждалось централизованное управление архивами. Но только в 1935 году в целях обеспечения сохранности, вот, почему говорю, исполнительных органов, органов исполнительной власти на местах были учреждены на территории Московской области 64 городских и районных архива. Вот с уверенностью можно предположить, что вот эта дата является датой создания такой службы в районе. Однако, как вот архивист, скажем, в том числе, хотя это не моя специализация, я могу сказать, что если у нас нет документа, подтверждающего факт такого создания, да еще и мы не знаем, в каком фонде этот документ и какой лист в деле, мы не можем назвать эту дату датой создания службы. Следующая веха, 1955 год. Вот такие серьезные временные интервалы, когда решением Совета министров государства нашего полномочия, вернее обязанности по финансовому материально-техническому обеспечению архивных служб на местах возлагались на исполнительные органы. Вот здесь однозначно можно говорить, что такие директивы не могли быть проигнорированы. И вместе с тем вновь мы не обнаруживаем документов. Можно предположить, конечно, что функции по исполнению архивного дела возлагались на какие-то уже существующие структуры, либо на отдельных должностных лиц. И лишь в 1962 году в документах, это уже документы находятся в нашем архиве, появляется в штатном расписании, появляется должность заведующего районным архивом. То есть статус этого подразделения был достаточно серьезен уже, это был районный архив. Ну и далее, в 1968 год архив входит в состав общего отдела исполкома, и с 1992 года вот его нынешнее положение сохранилось. То есть он входит в состав управления делами администрации. Но я сразу хочу сказать, что качественно это новая служба, потому что вот с 1992 года, я как бы могу говорить об истории, я сама работаю в администрации столько лет. Это качественная, но иная служба. Это одно из самых больших отделов управления. Семь человек работающих, как бы расписано буквально все. То есть вся нормативная документация и количество людей, которые обеспечивают исполнение поставленных целей и задач перед этим структурным подразделением. Тогда хотелось бы узнать, для чего архивы существуют, потому что когда нам делали экскурсию по архивам, показали разные документы. Я увидел, что в 1937 году проводилась на территории Люберецкого района перепись свиней и крупного рогатого скота. Далее, по-моему, 51-й садик, можно было узнать, какой урожай картофеля собрали в 1938 году. Вот эти данные когда-нибудь кому-нибудь пригодятся? Для чего архивы нужны? Ну, вы знаете, вообще, как бы говорить, если о целях и задачах архива, ну, безусловно, в соответствии с действующим законодательством они определены. И основные цели – это хранение документов, комплектование документов и использование документов. Я думаю, что хранение не требует, как бы, объяснений. Комплектование – это такой вид деятельности архивов, он очень важный. Систематическое пополнение документов архива документами, имеющими вот именно историческое, социальное, культурное и политическое значение. Но и вот та сфера деятельности архивов – это использование документов, это как раз то, о чем вы сейчас говорите. Бывают ли они востребованы, как они востребуются? То есть использование – это удовлетворение запросов граждан и организаций. В том числе использованием является также работа, связанная с выставочной деятельностью, подготовка выставок, популяризация материалов, находящихся в архивах. Потому что зачастую, как бы, никто и не знает о существовании определенных документов, проведение таких вот дней открытых дверей. Ну, в общем, попытка, да, действительно проинформировать население, и они действительно, не все документы, конечно, потому что зачастую, как бы, люди, поколение сменяется, и люди и не предполагают, какие документы хранятся в архивах. Ну, вот, проводя такие мероприятия, как День открытых дверей, а хочется показать очень много, я не знаю, увидели ли вы такую земельную книгу? Да. Видели, да? Я считаю, что это вообще такой вот раритет, да, и если сравнивать те документы, которые сегодня, как бы, издаются не у нас только, а стандарты устанавливают, на какой бумаге мы издаем эти документы. И те документы, которые находятся в архиве, в великолепном переплете, с сургучной красной печатью, исполненные каллиграфическим почерком, мне просто хочется говорить об этом бесконечно, и хочется очень показать. Но эта книга на грудный карман не залезет никогда. Нет. Она вот такого размера, наверное, метр на полтора. Да, это огромная книга, да, но это очень интересное, как бы, издание, поэтому, да, мы прибегаем к этим документам при исполнении запросов. Видела, я много там вензелей царских и прочее, вот если их выставить на аукцион, наверное, будут стоить баснословных денег. Вы знаете, даже не задумываясь, а нам хотя бы продемонстрировать их населению нашему. Ну, глаза просто разбегать, сколько там всего интересного. Это действительно так, и, вы знаете, вот, как бы, заодно скажу о том, что нами был подготовлен материал по тематике, такую мы так условно назвали, храни веру православную, по нашим метрическим книгам, в которых имеется автографы священнослужителей, которые были расстреляны в годы репрессии. Это лица, которые упоминаются сегодня в очень многих, как бы, исследованиях. Ну, к сожалению, не сложилось пока. Надеюсь, что у нас еще все впереди, у нас активные работники в архивном отделе, заинтересованные люди. Много у вас похоронок хранится, вот с чем это связано? Похоронок хранится много, вы имеете в виду ЗАГС, фонды ЗАГСа? Нет, похоронки, мы с фронта приходили, что ваши, ваши. Это фонды ЗАГСа, как бы, да, я вот хочу сказать, что, ну, как бы, к документам военной тематики это относится, на основании этих похоронок делались записи о смерти, да, действительно, такие вот печальные, известные похоронки. Что еще уникального у вас хранится? Интересного, наверное. Что еще уникального хранится в архиве? Ну, наверное, как бы, все фонды, их достаточно много, этих фондов, они каждый по-своему интересен. Есть фонды, по которым действительно, как бы, можно узнавать и исследовать историю развития, создания нашего района, города. Ну, я уже сказала, да, и, а может быть, еще и не успела сказать о том, что в основном это в соответствии с законом, как бы, в архив, в обязательном порядке у нас комплектуется архив, поступают документы органов власти. И такие документы, как Ухтомский районный совет депутатов трудящихся, Люберецкий городской совет, ну, и поселковый, включая Косинский, Октябрьский, Томилинский, Красковский, с 1942 года поступили. А вот документы, метрические книги, это документы духовной консистории, с 1863 года. Вот они содержат то, о чем я говорю, автографы священнослужителей, записи о рождении, вступлении в брак, о смерти. Документы очень востребованы, потому что именно по этим документам до сего времени устанавливаются порой, да, семейные связи устанавливаются. Также интересные документы ЗАГСа, как бы, да, интересные документы, которые хранятся в архивах по истории создания сельскохозяйственных, промышленных артелей, предприятий. Безусловно, это все интересные документы. Ну вот, и, как бы, я хочу все-таки сказать, что мы гордимся таким нашим плодотворным сотрудничеством, как бы, ряд людей, краеведов, которые занимаются исследованием истории, но и в большей мере это районов Москвы, как бы, используют наши документы. И нам очень приятно, что в списке литературы, которые использованы при подготовке этих изданий, Люберецкий архив упоминается на одном из первых мест. Я надеюсь, что такая дружба будет у нас и сотрудничество продолжаться. На наших глазах произошло интересное событие. Пришла девочка на экскурсию и случайно просто, она листала документы, представленные на импровизированной выставке, она увидела печать и документ за подписью своего дедушки. Когда-то он, по сегодняшним меркам, был, ну, образно говоря, мэром города Люберцы, Калиманов. Да. История какова? Молодая девушка влюбилась в молодого парня, они были несовершеннолетними, а по законам советского времени, как и сейчас, несовершеннолетним, ну, нельзя было вступать в брак. И дедушка снизил им порог на один и даже два года, поставил печать и разрешил им пойти в ЗАГС. И вот эту ксерокопию девочке подарили, она говорила, вот ему дедушка был главой города. То есть такие события происходят. Ну, к сожалению, такие события происходят не столь часто, потому что, как вот вы правильно сказали, это был день открытых дверей, который мы проводили в текущем году, в марте месяце. Но эта работа была проводилась в рамках подготовки к празднику 9 мая, который мы такую работу выполняем ежегодно. Зачастую только по документам военного времени. Но в данной ситуации мы на самом деле постарались показать, так как это молодое поколение, вообще, ну, как бы, самые интересные документы, которые хранятся в нашем архиве. И Калиманова в этом здании знает и помнит до сих пор, как бы, с ним очень многие работали. И на самом деле, конечно, в соответствии с законодательством, я вот такой сухой, жесткий термин, он принимал решение и подписывал нормативный документ, который позволял людям вступить в брак и быть счастливой семейной парой. И, конечно, мы надеемся, что это так и есть. И таких документов интересных немало. Такие документы хранятся в архиве. Ну, я не знаю, надо ли мне сейчас призывать товарищей, если у вас есть вопросы по каким-то семейным, это не значит, что все у нами будет найдено. Но, тем не менее, такой шанс есть. У нас в архивах достаточно много интересных документов. Про интересные документы. С какими насущными проблемами к вам обычно обращаются люберчане? И не только? Да, к нам обращаются не только жители Люберец. Очень много обращений. Это в настоящее время жители Москвы, это Косино, это район, входящий в состав Люберецкого района. Ну, начну, наверное, с того, что у нас в архиве хранятся более 37,5 тысяч дел. И сразу скажу, что дело – это не один документ, который вот в картонном переплете. Дело – это картонный переплет документов, состав которого входит до 250 листов. Это разные документы, но одного фонда. Условно, скажем, это фонд администрации Люберецкого района. Соответственно, документы содержат сведения, к которым чаще всего прибегают граждане и спрашивают имущественного характера, социально-правового характера, семейного, установления родственных, семейных связей. Поэтому истребованными чаще всего бывают документы органов власти. Также документы, которые поступили в архив, это вот, например, по хозяйственной книге. Документ, вот, как бы мы, предваряя наш вот эфир, мы с вами обменялись несколькими интересными такими моментами, и вы говорите, а вот там подушевой налог, а там вот столько-то количества свиней. Да, действительно, в книгах даже по налогу содержались сведения о размерах, например, земельного участка, о составе семьи, о членах этой семьи. Эти документы очень востребованы. Когда граждане начинают изыскивать источник, как бы, да, поступления к ним, какого-либо имущества, к бабушкам, к дедушкам, вот работники архивного отдела здесь оказывают бесценную помощь, потому что они знают все фонды, которые у них уже хранятся, и знают, к каким фондам нужно обратиться. Ну, также документы ЗАГСа, безусловно, это вот семейные связи. Очень востребованы у нас порядка 200 фондов ликвидированных организаций, предприятий. Очень востребованы фонды, это личные дела, как мы их называем, при, как бы, реализации своих прав на пенсию. Это установление стажа, тяжелых условий труда, подтверждение, то есть, своих прав на пенсию. Получается, что если мне нужна справка, которая подтверждает, что я с 1975 по 1978 год работал на территории завода имени Ухтомского, эта справочка в течение, там, суток или двух будет раскопана? Немножечко вам здесь расскажу, что то, что касается завода Ухтомского, как бы, эти документы у нас была такая очень неприятная, очень серьезная история. Она не у нас была, она была в районе. Завод Ухтомского не являлся источником комплектования Люберецкого архива. И документы, к сожалению, ну, чуть не произошла история, когда они были потеряны. В настоящее время правительством Московской области, главным архивным управлением Московской области, была выполнена огромная работа. И на территории Люберецкого района, администрации района выделено помещение, где функционирует, это сейчас архив, он ведомственное подчинение Московской области, где находятся документы личные, по личному составу завода Ухтомского. Исправки исполняются, и запросы исполняются в соответствии с тем же, как и у нас, установленный срок. Если не требует особых какого-то затрат времени, то исполняются они, как нам предписано, это буквально в течение 15 дней. — Когда я буду к вам через пару десятилетий обращаться за справочкой, ну, у меня будет пенсионный возраст и прочее, могу ли я узнать, что в период с такой-то по такое-то время я работал на Люберецком районном телевидении? Вот современные архивы, они откуда комплектуются? — Да, значит, вопрос комплектования, вот я уже сказала, это такое отдельное направление деятельности, оно достаточно серьезное. Это систематическое, плановое пополнение архива документами, образующимися в деятельности учреждения и организации. Но прежде всего определяется список источников комплектования, в которые в обязательном порядке, в соответствии с законом, входят такие организации, как органы местного самоуправления, в первую очередь, то есть органы власти и управления на территории РЭН. В обязательном порядке это учреждения, учредителям какого-то предприятия, которых является орган местного самоуправления. Это наши муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия. И если телевидение является таковым, то документы должны поступить в Люберецкий архив. В обязательном порядке? В обязательном порядке должны поступать в Люберецкий архив. Кроме того, в обязательном порядке мы принимаем документы, которые ликвидированы на территории района, и у них нет правоприемника. Как пример, мы находимся в здании, в помещении, вам любезно, вероятно, вот оно предоставлено. Ранее это был МУП ЛГЖТ, а сегодня ОАО ЛГЖТ. МУП ЛГЖТ более не существует, но ОАО ЛГЖТ является правоприемником этой организации, поэтому документы, которые находятся у них на хранении, они продолжают находиться на хранении, но вместе с тем, с такой организацией уже негосударственной формы собственности, мы обязаны заключить договор. То есть на договорной основе, сегодня это без финансов, да, без дополнительных затрат, но на договорной основе мы должны работать. Людмила Васильевна, вопрос сразу. Вы сказали, что Ваш штат 7 человек, да? Штат 7 человек. Я знаю, что через 5 лет в штат будет 18 человек. Мне 18 лет, я хочу поступить в институт, я еще не уйду профессию, как мне стать архивариусом? В настоящее время подготовкой специалистов по данному направлению занимается историко-архивный институт. Ну, и Вы знаете, невзирая на Ваш молодой возраст, и понимаете, что несколько эта отрасль претерпела не самые, как бы, претерпевала, вернее, не самые лучшие изменения. И специализация эта была не востребована. И на самом деле сегодня кадровый голод, вот в этой сфере кадровый голод. Вместе с тем, ну, как бы, существует, безусловно, высшее учебное заведение, которое занимается переподготовкой специалистов, имеющих непрофильное образование. Ну, а вот если Вы вдруг, предположите, либо Ваш ребенок и захочет работать в этой сфере, но по месту своего проживания, положим, в Люберецком районе, и именно в архивной службе администрации района, ну, мы не будем оставлять самые высокие требования и говорить только профессионалы. Потому что все понимают эту проблему, как бы, в настоящее время правительство Московской области в учебном центре Нахабина, это Подмосковье, это Красногорский район, проводятся курсы по повышению квалификации в том числе и по этому направлению деятельности. Работники архивного отдела посещают эти курсы, направляются, вернее, на эти курсы в этом году. У нас точно также запланировано направление работника архива на учебу в центре Нахабина в целях повышения его профессиональной подготовки. Елена Лосина, крайний вопрос. Мы в этом году с Вами еще будем встречаться, потому что полтора часа, когда проходил День открытых дверей, вот честно, может быть, детям и хватило, мне не хватило. Мне хотелось стоять еще, 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 впитывать информацию, не хватило времени. День открытых дверей еще будет? Да, конечно, и тем более, вот я заранее хочу поблагодарить за такое пристальное, я бы сказала, внимание, редакции Люберецкого телевидения к нашей проблеме. Мы сегодня, я уже сказала, что это качественная иная служба, и почему я об этом говорю? Сегодня наши архивы-хранилища, мы ими гордимся, пусть они не оборудованы самосовременным оборудованием, но они интересны. Сегодня мы можем приглашать посетителей. Когда-то, честно скажу, было не очень удобно, они не были вот теми помещениями, куда пришел бы посетитель, пришли бы, вот мы бы организовали День открытых дверей и действительно сказали, да, я уверен в том, что вот здесь будет обеспечена сохранность. Мы сами очень открыты для посетителей, и очень хотелось бы нам еще организовать работу, скажу вам, да, это моя, наверное, мечта, читальный зал. Потому что такая потребность на самом деле существует. К нам приходят люди, которые сами лично хотят, и они имеют право на это, найти свой документ, увидеть свои документы, да, иметь возможность полистать эти архивные документы. Мы, конечно, это делаем, но полноценного читального зала у нас в перспективе такая работа. Больше всего мне понравилось на День открытых дверей, что каждому желающему можно было снять серую копию с отдельно взятого документа, который понравился, но в одном экземпляре. Я с собой тоже унес документ за подписью Калиманова. Спасибо большое, что в гости к нам пришли. Я думаю, что в этом году мы с вами еще встретимся. Вы нас пригласите к себе еще раз в гости, и мы пройдемся по вашим архивам. И что еще скажем? Пополняйте архивы. Пополняйте архивы. Я хочу, в свою очередь, поблагодарить вас, еще раз сказать вам огромное спасибо, потому что мне очень хочется говорить о работе этого подразделения, потому что там хороший, слаженный коллектив, и, в общем-то, работа выстроена уже неплохо. Ну, слушай, уважаемые телезрители, в этом году мы еще будем говорить про архивы неоднократно. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok